Хран, хран, смотри, падает! Ночью начинают поступать сообщения о подрыве плотины Каховской ГЭС. Глава Новой Каховки, гордо с 30-тысячным населением, рассказывает журналистам российских информагентств, что дамба пострадала от ракетных ударов. Это привело к разрушению задвижек. Вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Сейчас в зону подтопления может попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению. В Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия, но в случае необходимости временной эвакуации незначительной части людей. Уровень воды продолжает стремительно подниматься. Станция каскадно разрушается. Начинается затопление прибрежных зон. Тем временем в Новой Каховке говорят, что гидростанцию вряд ли удастся восстановить. Вода продолжает прибывать. Топит центр города и значительную часть инфраструктуры. Возле администрации плавают лебеди. А в Херсоне очевидцы снимают, как вместе с водой на улицах появляются бобры. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что повреждения гидростанции не скажутся на водоснабжении Севастополя. Запасы воды в водохранилищах города максимальные. Оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС направляет в Новую Каховку и в другие населенные пункты мобильные группы спасателей МЧС. На момент написания новости о жертвах не сообщается. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уверяет, что уровень воды должен упасть через трое суток. Однако Международный комитет Красного Креста называет катастрофу на Каховской ГЭС одним из самых значительных повреждений критически важной инфраструктуры за последний год. В гуманитарной организации считают, что пострадать от наводнения могут десятки тысяч людей по обоим берегам Днепра.